Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что Америка является великой державой? Да, конечно. И если да, то почему? Это очевидно, это естественно. Почему? Почему вы так считаете? Давайте делаем маленький эксперимент. Сколько у вас есть такой айфон? Есть? Ого, ого, наша, наша. Это американская штука, между прочим. Вы знаете, это от, где я родился, это от моего города, Палуалта. А-ха-ха, американский. Что я вижу здесь? О, вот что я вижу здесь, Windows. Ого, американский. Опять-таки, да? Понимаете, что я говорю, да? То есть это уже не 300 лет назад. По цифрам я считаю, что это очевидно, да? Как доля мировой экономики, очевидно, что мы первые. Как военные силы, мы первые. Что самое главное для меня личного, это наш ролл как премьер гражданского общества, премьер демократии и премьер культуры. Я не говорю, что это хуже и лучше. Это другой вопрос, между прочим. Это совершенно другой вопрос. Что мы играем большой ролл в мире, я думаю, что, я только что показал, да? Американские влияния здесь. Бывают моменты, когда они говорят, а, Америка капут, да? Все, Америка проиграла. Скоро будет раз Советский Союз, второй Китайский и так далее, да? Если вы читаете политические разговоры и дискуссии в Америке где-то в 1950 году, есть большая дискуссия, а, уже конец демократический мир и капиталистический мир, уже красный, это Советский Союз, Китай, Восточная Европа. Оказалось, что это было неправда. И много написали, что это знак конца Америки. Оказалось, не так.